в этот сложный жизненный момент моя зая такая счастливая в ум отстаде меня спасает кот отстань скажи что ты получила 95 баллов 95 баллов по этой какой по вуман стаде пройти боже мой я сама не понимаю в одном она покажи ну короче когда приходит вот так приходит зай я серёжа за это показывай короче вот это был мой моя работа вот это был мой работа моя работа моя работа учителю нужно было время когда нам нужно было сдать вот как нужно было сделать что answer explain support комит и все это повторить несколько раз плюс до color code нужно было делать я сейчас покажу свою работу формат тут расписано как напечатать там бла-бла-бла как сделать submission этот и вот какие были вопросы как твой гендер гендер дает себе или не дает привилегий в этом мире какие еще дополнительные гендеру аспекты имеют наибольшее влияние на твою на твой жизненный эксперт опыт и как это имеет влияние на твои перспективы в мире и третий почему мы как как мы как женское учение как это сказать как те кто занимается изучением женской вот этого woman стаде должны учитывать о том что короче что в мире могут люди не только по одному признаку быть угнетены ну допустим лесбиянки да а еще лесбиянка и инвалид и может же быть такое что грубо говоря ей ну и так и так и так угнетает что в нескольких вариант вот короче была моя работа вот так чуть не видно наверно как учитель выглядит это мой профессор ну конечно и не видно такая маленькая вот это была моя работа вот как она выглядела вся на она дарина долго будет загружаться вот смысл был ее вот так вот разукрасить ну короче ответ там комменты и вот такая вся моя работа и вот в конце на отдельном нужно было послать и вот этот код чтобы она могла читать что ответ у меня красный explain там желтый бла-бла-бла и да вот как она разбирала всю эту работу вот допустим ответ за ответ она мне поставила 4 до хороший ответ на второе третье предложение короче и она ну как ты я не знаю как это она конфузенка от моего второго и третьего предложения в ответе в конфузе она думает короче еще не не думает а как это сказать ну как в замешательстве немножко explain четверка я я вот сказала что у меня допустим мой ответ что нет мой моя то что я себя позиционирую как женщина не дает мне привилегий в этом мире и дальше я должна объяснить почему не дают ну типа там ну неважно ну короче практически по все пересядь вот сюда лучше пожалуйста практически везде у меня опять идет вот только потом второй коммент есть ей 4 она мне ставится него там я в кое в коменте использую в комментарии использую то что мы это обсуждали в классе с девочками но я полностью не развернула как мы обсуждали в общем с хертрила просто написал что мы это обсуждали и она пишет что нужно было немножко больше ну типа показать рассказать как вы обсуждали рассказать мнение так вот второй это был второй третий ответ ответ ей очень нравится explain ей тоже нравится суппорт тоже нравится объяснение поддержка только вот она мне за комменты в третьем вопросе поставила тройку а так везде короче пять формат вот это вот соблюдение типа в прошлый раз понизили оценку это по-другому но по-другому я набираю одну работу в какой-то момент дрогнула рука и я но не дрогнула я вообще не помню как это получилось но у меня практически вся работа была набрана в правильном там шрифте а в там я немножко перескочила у меня получились цифры буковки немножко меньше и она говорит мне режет глаз и все короче она короче покажи как ты счастлива ну ты же очень счастлива скажи ну конечно очень счастлива даже когда увидела что пришел что она оценила я попросила чтобы серёжа посмотрел за меня потому что ну я немножко волновалась и скажи это классно здорово учиться вернее в смысле учиться хорошо тебе нравится ну конечно мне нравится почему не не нравится расскажи как ты училась в прошлой жизни я не помню ну расскажи ну я ну расскажи вот маленькая такая аннотация о том какая ты была ученица студентка тогда в школе я не училась совсем потому что мне в школе не нравилось я в школе испытывала некоторые проблемы с двумя или с тремя учителями и скажем так я даже могла туда не заходить мама прости меня если смотришь мама знает на самом деле что я прогулял в школу а в училище потом мне было мне уже нравилось мне было легче потому что это кардинально изменилась жизнь потому что это другой коллектив педагогов был я почему еще раз говорю про школу что мне было тяжело учить но не тяжело на меня во первых возлагались большие надежды которые я не могла оправдать у меня сестра была которая там закончила школу золотой медалью или не золотой кручение по всем пятерки были и меня всю жизнь получается сравнивали с ней и это очень давит на ребенка когда от него хотят чего-то чего-то того чего он по каким-то причинам не может дать и плюс то что мама хотела чтобы я училась физико-математическом классе а по физике я как-нибудь потом расскажу как экзамен стал вот и мама заперла меня физико-математический класс а мне там было нет неудобно буро ким от того что я но меня перевели из более слабого класса в этот специальный класс и где-то в классе в шестом и когда я пришла то что уже по физике по математике проходили в этом классе я об этом вообще ничего не знала я сидела первое время мне вообще было тяжело со мной никто не занимался но я имею ввиду типа как дополнительно в кроссе чтобы помочь я постоянно должна была быть вот в этом режиме быстро быстро всех догонять но училище ты училась или те тоже время не было в училище я на мое решение хорошо учиться повлияло очень сильно учитель по математике она у нас была еще зав по типа как замдиректора заведующим не заведующий как-то но там по-другому называлась ну грубо говоря как заучи школе ну и она как-то так очень сильно верила в то что я могу учиться что я хочу учиться как у тебя балка что училища по математике не вообще я откуда знаю не интересовалась да я хорошо закончила у меня единственная проблема была по физике но это даже не проблема но зато это приятное воспоминание на всю жизнь это даже когда ты встречаешь своего учителя по физике мы когда-то с теряже встретили его в магазине и вот и он меня узнал и я его узнал и мы вспомнили эту ситуацию же антоша был мы встретить он возле бухгалтерши магазином чего-то бухгалтерши приезжая короче у меня вопрос на экзамене по физике бурне а все ноги там себе списал по всем но он понял он понимает что я списывал потому что он знал мои так сказать способности ну и все он говорит ну хорошо я сижу рядом с ним на кафедре этой как-то ну такой ну кафедра это называется какой-то возвышенность на линии и он такой ну как хорошо если горит скажи мне как обозначается в физике работа я как тебе поставлю 3 я сосредоточилась думаю надо мыслить логически работа значит наверно вдохнула и говорим р короче тут он все вот так как иди короче и гроза меня так показывает написано кстати там бурно так что он тебе поставил но внутри мне поставил и в итоге у меня и типов три по физике ну зато очень хорошие воспоминания зато сегодня да да я я это для меня честно говоря неожиданность потому что вчера не в среду когда мы разбирали она сказала что очень многие работы она уже прочитала но еще не будет отсылать оценки она говорит типа ягод немножко в шоке что не понимают как писать типа вот этот метод используется но и мы его действительно первый раз вот я допустим учусь в колледже уже второй год третье и я не знала про этот метод как писать и я уже в какой-то момент когда она там на чем на доске были подробно писать я подумал что все пропало что будет прохая оценка и вот я вчера себе уже жарусь она мне кажется все равно нету сейчас она очень приятный человек вчера я думала что она несправедливо поступать потому что она сказала те кто получил f f это самая низшая оценка это это значит не получился она дает возможность тому человеку перед переделать работу так я сережка и блин если у меня си будет почему тогда она мне не даст ноги переделать это нечестно здесь и фонтанный влог который поднял настроение всем пока вы были на канале наша жизнь в Америке милайф из милайф и увидимся в новых колледжских влогах в магазинах в обзорах и в чем-нибудь еще бай бай в милайф милая 5 милая 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 молодая милая милая Субтитры сделал DimaTorzok